Правительство Москвы сохранит все городские программы Газета Труд Правительство Москвы сохранит все городские программы Фото Russianlook.com Олеса Савина Статья из номера 011 за 20 февраля 2015 года опубликована полночь 22 20 февраля 2015 года Версия для печати отправят по почте Столичные власти сохранят средства, которые запланированы в бюджете города на социальные выплаты Антикризисный план правительства Москвы, принятый на прошлой неделе, не отменяет и не заменяет утвержденные раньше городские программы Столичные власти сохранят средства, которые запланированы в городском бюджете на социальные выплаты, льготные лекарства, адресную помощь и другие меры поддержки горожан Например, на соцподдержку москвичей в прошлом году город потратил 316,3 миллиарда рублей В этом году на социалку в бюджете запланировано 328,1 миллиарда рублей Социальная поддержка горожан – это одна из ключевых тем антикризисного плана Поэтому на дополнительную адресную социальную помощь из резервного фонда города планируется выделить 1,7 миллиарда рублей Эти средства пойдут на сохранение действующих льгот и социальных гарантий москвичей Кто получит поддержку в целом мы тратим на это направление более 300 миллиардов рублей Это крупнейшая статья бюджета Сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства Помимо социальных выплат в городе с каждым годом активно развивается адресная социальная поддержка Только за последний год помощь получили более 300 тысяч человек Это и одиноко проживающие пенсионеры, и многодетные семьи, которые находятся в сложной ситуации, и ряд других льготных категорий Однако соцподдержка в столице не ограничивается только денежными выплатами В 2011 году была принята программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» на 2012-2018 годы Которая направлена на улучшение качества жизни горожан Эта программа включает множество направлений Так, например, для удобства москвичей 47 услуг в социальной сфере удалось перевести в электронный вид В столице живет больше 1,2 миллиона инвалидов Это около 10% жителей города Очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали заботу Тем более, что многие инвалиды могут и хотят трудиться, и город им помогает найти работу Так, в прошлом году 70% москвичей и инвалидов получили рабочие места Есть в программе раздел, посвященный детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Цифры говорят сами за себя Число детей в детдомах и домах для сирот уменьшилось на 20% Только за год 115 детей инвалидов устроены в семье По словам руководителя Департамента соцзащиты населения Владимира Петросяна В последнее время изменились подходы к оказанию социальной помощи населению Проводятся обследования условий жизни нуждающихся горожан Что касается пенсионеров, то в этом году для них сохранен социальный стандарт получения ежемесячной пенсии на уровне 12 тысяч рублей Отметил глава Департамента Однако уже в этом году в столице свыше 1,77 миллиона москвичей получают пенсию и доплаты, превышающие 13 тысяч рублей При этом прожиточный минимум, установленный для российской столицы, составляет 12 вопросительный знак 241 рубль в месяц Инвестиции, двигатель развития план столичного правительства включает больше 70 первоочередных мероприятий, которые должны помочь городу развиваться в условиях кризиса Их правительство разрабатывало совместно с представителями бизнес-сообщества Антикризисный план Москвы, конечно, гораздо шире, чем узкий сектор какой-то конкретной темы, например продовольственной Хотя она мне и близка, рассказал труду Валерий Чешинский, президент Российского союза пекарей Мы на своих плечах держим цены, сдерживая их, что сейчас не очень просто делать В плане озвучено очень много правильного и полезного Например, очевидно, что инвестиции в инфраструктурные проекты Это очень хороший рецепт от любых кризисных проблем Поскольку строительство дорог, мостов, развитие жилого сектора добавляет рабочие места В последние годы экономика столицы развивалась очень активно Представители бизнеса совместно с правительством разрабатывали и реализовывали множество перспективных проектов Сейчас, в условиях кризиса, нужно чуть изменить приоритеты Учитывая возникшие возможности, чтобы не сбавлять темпы развития По словам Александра Ручева, президента группы компаний «Мартан» Одно из важных направлений – развитие новых производств Это возможно с помощью строительства инновационных технопарков И создания тематических промышленных кластеров на территории Москвы Город имеет большой международный рейтинг Множество квалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов Для которых на новых производствах будут создаваться тысячи рабочих мест Высокотехнологичные кластеры и технопарки способны задать новые векторы развития промышленности В этом заинтересованы ведущие госкорпорации Кстати, на этой неделе в столице появился еще один технологический парк – ОАО «Калибр» Он расположен на северо-востоке Москвы, недалеко от станции метро «Алексеевская» Это уже седьмой технопарк, в составе которого уже 10 компаний-резидентов, а это около 300 фирм На научно-производственной площадке «Калибр» уже сейчас трудится 4000 человек Частная компания сама обратилась с предложением создать у них на территории технопарк, чтобы там размещать резидентов Которые, по словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной В первую очередь будут выпускать импортозамещающую продукцию, а также будут нацелены на создание на образовательных и инжиниринговых программ В ближайшие годы технопарк сможет привлечь более 50 резидентов По самым приблизительным подсчетам, объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей, плюс дополнительно появится возможность организовать 900 новых рабочих мест Бизнесу нужна стабильность в ближайшие три года на поддержание деловой активности и создание благоприятного инвестиционного климата в Москве Из городского бюджета планируется выделить около 170 миллиардов рублей При этом очень важно сохранить предприятия малого и среднего бизнеса, которые наиболее уязвимы в сложившейся ситуации Планом предполагается введение налоговых льгот, рассрочки по аренде на землю и другие преференции В последние несколько лет мы как представители малого бизнеса почувствовали поддержку правительства Это проявлялось в том, что большая часть госзаказов была перераспределена в сторону малого и среднего бизнеса Рассказал Ян Гальдин, коммерческий директор ООО Офис Маркет Естественно, возросла конкуренция, а с ростом конкуренции падает и цена Это выгодно всем Так вот наши предложения преследовали задачи Сократить расходы и повысить качество поставляемой продукции Принятый план хоть и называют антикризисным Он нацелен на создание условий для устойчивого развития Считает Николай Редько, ответственный секретарь общественно-консультативного совета По вопросам координации и взаимодействия правительства Москвы с кредитными организациями В него включены предложения, которые делались в последние годы Они вызревали в том числе и со стороны бизнеса и чиновников Что касается хорошо известной мне тематики Это вопросы, связанные со снижением требований к банковским гарантиям Которые обеспечивают государственный заказ Тема назрела давно Законодательство развивалось таким образом Что качество этого обеспечения росло И оно сегодня сконцентрировано исключительно в банковских гарантиях А вот этот размер требований по ним До 30% от суммы без контракта Сформировался, когда можно предоставлять поручительство третьих лиц Это мог быть страховой полис самых разнообразных страховых компаний Но когда ограничили круг банков только банками с капиталом от миллиарда рублей Это приводило к дополнительным издержкам подрядчиков на приобретение таких гарантий И в конечном итоге увеличивало стоимость самого контракта Так вот это решение наконец принято По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова Город сделает все возможное для устранения административных барьеров Чтобы предприниматель занимался предпринимательством А не корпел над бухучетом, налоговой и прочей отчетностью Штрихи с 2011 года в рамках адресных программ поддержки Социальную помощь получили более 600 тысяч москвичей В том числе в 2014 году были проведены обследования условий жизни 300 тысяч граждан Многодетных малообеспеченных семей Семей, имеющих детей инвалидов Участников обороны Ленинграда и блокадников Несовершеннолетних узников фашизма Граждан, родившихся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года Одиноких пенсионеров возраста 55-75 лет